Всем привет, девчонки! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я решила снять видео о своих впечатлениях о селективной парфюмерии. У меня есть вот такие вот два чудесных флакончика. Это оригиналы ароматы от парфюмерного дома Монталь. Называются они оба Rose Musc. Это мускусные розы. И сейчас я расскажу подробнее о своих впечатлениях об этом аромате. Для начала несколько слов я хочу сказать о селективной парфюмерии и вообще об этом понятии. В нашей стране такого рода парфюмерию называют также нишевой, но мне немножко не нравится само это слово. Наверное, оно просто вызывает какие-то непонятные ассоциации. А нишевая это подразумевается от слова ниша. То есть, что данный вид парфюмерии занимает определенную нишу во всей вот этой парфюмерной сфере. Но я думаю, что правильнее употреблять будет понятие селективная парфюмерия, которое, это слово происходит от английского селекция, то есть отборная. Действительно, эта парфюмерия это уникальный аромат. То есть, это нужно понимать, что это не маст-маркет. Это люксовые отборные бренды, это эксклюзивные запахи. А вообще, об этой парфюмерии можно говорить достаточно долго и много. Но если коротко, скажем так, подытожить, основное отличие это, во-первых, это невероятная стойкость. Действительно, держится этот аромат на теле, на волосах. Этот шлейф цветочный нереальный держится от суток и там до недели. А второе, это достаточно ограниченный тираж. То есть, селективную парфюмерию нельзя купить. Просто пойти в обычный селевой магазин, масс-маркет, как я называю, и купить там. По сравнению со средствами вот этого же масс-маркета, эта парфюмерия выпускается в достаточно ограниченной версии. То есть, в количестве меньше, чем средства масс-маркета. Также, одной из особенностей является то, что эти средства имеют неповторимый запах на каждой коже. То есть, один и тот же аромат, один и тот же флакончик, запах мы можем побрызгать на двух разных людей. И он раскрывается на разной коже по-своему, по-особенному. То есть, он достаточно персонифицированный. Он уникален тем, что он неповторимый, скажем так. А вообще, за селективной маркой, у меня, допустим, марка Монталь, обычно стоит один парфюмер, в данном случае Пьер Монталь, который, как известно, был любителем Востока и создавал ароматы для восточных королев и королей. Но потом он вернулся в Париж и уже там открыл этот свой парфюмерный дом. И вот эта восточная нотка, она сохраняется и прослеживается во всех его ароматах. Ну что ж, по поводу самого этого аромата. У меня есть вот такие вот два флакончика пузырька. Вот этот вот матовый фиолетово-розовый пузыречек, это первый мой Монталь. Он еще в старом дизайне. Пузырек такого фиолетово-розового цвета. Здесь, естественно, такая же скрепочка, своего рода предохраняющий такой клапан от ненужного нажатия, скажем так. И здесь указан объем, у меня оба средства в 100 мл представлены и название «Вкусная роза». Таким вот образом он выглядит. А этот, кстати, пузырек мне был подарен в 2013 году, то есть 2,5 года назад. И вот сейчас буквально там осталось на дне. Но как на дне, этот аромат очень стойкий, я его использую практически каждый день. И вот я думаю, что месяц через 4 он закончится. То есть средство очень-очень экономичное, а запах нереальный. И вот такой вот флакон, это уже в новом дизайне. Был подарен мне в марте уже 2016 года. Но он у меня еще не начат. Единственное, только его брызнула для сравнения. Пахнет абсолютно точно так же, как и тот флакон. Кстати, вот этот аромат «Вкусная роза» является самым продаваемым из всей линейки «Монталь». И одно время, может быть, примерно год назад, что там произошло у них в парфюмерном доме, и они приостановили производство этого запаха, этого аромата. И тут же у них резко упали продажи у всего парфюмерного дома. Потому что оказалось, что этот аромат нужен всем. И они резко его возобновили. Но уже выпустили в такой обновленной упаковочке. Упаковка действительно более красивая, такая манящая, вся блестящая, переливающаяся. А в чем существенное отличие, ну, кроме коробочки? Коробочка у этого такая ярко-золотистая была. У этого, по-моему, была просто розовая. Отличие было в чехольчике. У моего первого «Монталь» вот такой вот чехольчик. То есть он такой бархатный сумочка. Действительно мягкий, так выглядит приятно. Дорого-богато. Вот для этого. А у версии 16-го года здесь все проще. Здесь вот такой синтетический. Просто из какой-то на ощупь подкладочной ткани. Да не обидится на меня этот парфюмерный дом. В принципе, тоже нормальный. Но разницу я, честно говоря, ощутила. Вот таким вот образом он выглядит. Что по поводу этих духов, я хочу сказать в целом, нужно остерегаться подделок. Их очень много подделывают. Поэтому нужно только в специализированных магазинах, проверенных, покупать, чтобы не выбросить деньги и не остаться у разбитого корыта, скажем так. Кстати, вот эти духи были куплены в ЦУМе в Москве, а эти в ДЛТ в Санкт-Петербурге. Кто не знает, ДЛТ это такой же ЦУМ, только в Питере находится. Что еще по поводу этих духов? В составе его три ноты. Это роза, мускус и жасмин. Мускусная вот эта роза, естественно, она здесь доминирует. Но она не резкая, она очень деликатная, она очень женственная, очень нежная. Шлейф, который за собой ты оставляешь, когда пользуешься этими духами, врезнешься один раз, просто не передать словами. Он настолько сногсшибательный, он никого не оставляет равнодушным, все делают комплименты, все обращают на него внимание. Парфюм относится больше к фруктово-цветочным таким ароматам. Ну, из-за вот этой вот своей немножечко пряной, я бы сказала, нотки, мускусной для этой восточной. Поскольку он также остается самым продаваемым ароматом линейки Монталь, он действительно уникален. Он изысканный, уникален и нужно его пробовать. Описывать его можно, конечно, очень долго, но каждому, как говорится, свое, пока не попробуешь, не узнаешь. Очень достойная парфюмерия. Я, как только его на себе попробовала первый раз, вот спустя два с половиной года, я даже не хочу никакую ему искать замену. Я настолько влюбилась, он мне настолько подошел, что сейчас я просто даже не могу представить, что я пользуюсь чем-то другим. Так что, девчонки, пробуйте. Действительно, кстати, у Монтали есть не такие большие ведерки, как я называю, потому что хватает действительно такого пузырька на несколько лет, год и на три пока он годен по сроку годности. У него есть и маленькие версии, по-моему, 5-10 мл. То есть, то, что нужно для тех, кто любит... Ну, я, в принципе, консерватор, я вот могу одним всю жизнь пользоваться. Для тех, кто любит какое-то разнообразие, пользуйтесь маленькими версиями и найдете для себя действительно что-то стоящее, ароматов у него много. Нужно пробовать и выбирать. Ну что ж, на этом сегодняшний видеообзор закончен. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе. Ну, а я с вами прощаюсь, до встречи в следующем видео. Пока-пока!